Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброе здраво, я спросил у Ясеня, я спросил у Туполя, я спросил, 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 А в ответ ничего не получил, что же могу делать мне, могу делать. Даже не знаю с чего начать, но начну с того, что вот дальше по голоданию немножечко скажу, и потом продолжим тем, что нам Ютуб преподносит. Итак, это что касается того голодания 40 суток, а что дальше? Для полноты картины. Когда в 80-х я серьезно занимался бодибилдингом, выступал на всесоюзных соревнованиях, и у меня от приседаний со штангой деформированы позвонки поясничного отдела, что приводит иногда к обострению ИШАСа 3-4 позвонка, слились в едином неправильном изгибе. Я надеялся с помощью фракционного голодания поправить свой позвоночник. И вот тут сразу не вопрос, а понимание того, что вы хотите поправить. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, а как работает голод? Он что там эти самые правит позвонки? И вот как работает голод? То есть подбираются средства, ну на мой взгляд, у каждого свой взгляд. И так оно и должно быть, но вернемся к этому потом. Должны примерно понимать, что вот это вот, пьете осину от туберкулеза, и она помогает. Голод применяете для того, чтобы сделать то-то, то-то, то-то. А вот как поправить свой позвоночник с помощью голодания? Я-то на себе помню. Во время голодания происходит очень хорошее расслабление. То есть если что-то там не стояло, вернее, если был какой-то спазм у вас, позвоночники, вот эти вот оплетка позвоночника, мышцы, были спазмированы, они хорошо расслабятся, вот это вот уйдет. Это несомненно. Но чтобы, чтобы, значит, слились в едином неправильном изгибе, и чтобы вот это вот все поправить, скорее всего тут, наверное, какие-то другие средства должны были быть. Например, как гравитационная гимнастика, которая направлена на это дело. Поэтому прежде чем надеяться на что-то, на какой-то метод, вы сначала поймите, как это работает, и поможет ли оно вам. А потом уже применяйте. Ну что, дальше пошли. Начиная с первого дня пасхального поста этого года, я провел фракционное голодание три раза по 10 дней. С перерывом 10, 10 и 20 дней. Ну что, ну хорошо. То есть, во время этого голодания, вот, фракционного, вы уже должны понять, как у вас работает организм на голоде, как он работает на выходе, и на каких продуктах лучше всего выходить. Если вы считаете, что вот на том, что что вы выходите, и все это нормально, ну, выходите. Знаете, мне как-то это все равно. Но я для себя просто понимаю, есть определенные закономерности в работе организма, которые надо соблюдать. соблюдать во время, допустим, выполнения каких-то упражнений, во время выполнения каких-то метод, во время там, допустим, того же голодания, что, чего, как происходит. Потом зашел на 40, которое и завершил на 40-й день. В середине 40-дневного периода голодания я понял, что позвоночник не восстановится полностью. И полностью изменил внутреннюю цель этого голодания. Ну, все происходит в процессе практики. Вот ты думаешь, что восстановит, а она не восстанавливается. Ну, тогда человек что-то думает, что-то думает. Ну, ладно. Но должен я сказать, что голод 10 суток, потом 10 суток, что там отдохнули, а, фракционное голодание три раза по 10 дней. 10 дней голодания с восстановлением 10, 10 и там 20, это не разовое голодание на 40. Тут запускаются совершенно иные механизмы, которые, ну, на этом 10-ти дневном голоде просто-напросто не заработают. И опять-таки, важно понимать суть фракционного голодания. Суть фракционного голодания заключается в том, что вы не можете сразу же поголодать, да, вернее, сделать полное, заключительное голодание длительностью там в 40-50 суток. Ну, вы тогда делаете так, значит, где-то 10 дней поголодали, 10 дней восстановления. Далее вы поголодали там 20 дней, 20 дней восстановления. И дальше уже голодаете, когда у вас язык там очистится, все это такое, что укажет на то, что голод закончен, физиологически голод закончен. Вот это фракционное голодание, ну, хорошее голодание, я не хочу сказать, но тем не менее оно не решает того, что может сделать полное голодание. И надеяться на вот это, лично я считаю, что оснований для этого нет. Так как на 40-й день появилось к вечеру устойчивое чувство голода, до этого 3 дня было слегка, я считаю, что голодание было практически завершенное. Знаете, я даже не буду возражать, ну, завершенное, завершенное, вот, повелся, повелся, ну, все хорошо, и так далее. Ну вот, ну вот, ну вот, дальше посмотрим. Знаете, вот есть такие моменты во время голодания, когда человек думает, ну, все, я уже поголодал, все нормально, уже я прошел, все на завершенное и так далее. Но есть другие критерии, которые показывают, что вам еще голодать и голодать, что только началась та работа, о которой вы и не подозревали. И вот именно та работа сделает ваш организм намного здоровее, чем вы вообще думали. Вы, начиная голодать с одними установками, а, будем говорить, если бы вы дальше вот это все это дело продолжили, то вы получили совершенно другие результаты, о которых вы даже сами и не подозреваете. Ну, значит, все. Всего за 110 календарных дней я проголодал 70. Ну что, это хороший результат. Вообще, как сообщал ранее, голодание по вашим книгам и завелся порядка 15 лет. Я проголодал 24 дня. То есть, уже у человека должен быть опыт вхождения в голодание, проведение и выход. И в частности, на каких именно продуктах он чувствует лучше всего. Это очень важно для себя отобрать. Потому что вот эти все рекомендации различных там школ, голодания и прочего, это какие-то, знаете, ихние видения, ихние наметки, и что-то усреднено. Но наш организм сугубо индивидуален. И именно к нему-то и надо подобрать ключик, с помощью которого вы начинаете работать с ним и получать положительные результаты. Если этого не сделать, вот кто-то сказал, там, какой-то там человек то, а вот этот специалист вот это сказал, вот это, вот это, а вы пробуйте, но он и никуда не идет. Вот я как в свое время специалист по голоданию выходить из голода на апельсиновом соке. У меня слезла эмаль с зубов. Ну и все. Ну и что? Не у него же слезла. У него может быть совершенно иная эмаль. Есть же люди, которые кисло едят и не морщатся. А есть чуть что, слабая эмаль. Это же надо учитывать все. На 30 дней, 35, 40 и 10 дней воздерживался по щенникову без воды. Значит, смотрите, уже было там 40-суточное голодание. То есть у вас уже должен был отложиться вот этот опыт, что, что и как. То есть вы должны для себя стать доктором, вы для себя должны стать учителем, что, что, как и делать. То, что я читал в первом письме, вот этот выход, такое впечатление, вы вообще ничего не читали, вы вообще ничего не делали. Потом был перерыв примерно 10 лет, на протяжении которого я голодал один день в неделю, в пятницу. Ну что, нормально. Все это время старался поддерживаться здорового, на мой взгляд. Вот у каждого свой взгляд. У одного взгляда на здоровье вот такой, у другого вот такой, у третьего еще какой-то. важно, чтобы ваш взгляд совпадал с тем, что вы получаете от, допустим, проведения того же питания, голодания, что вы чувствуете положительный эффект, чувствуете укрепление здоровья, а не просто вот это, мой взгляд, его взгляд, или еще. То есть должен выработаться ваш взгляд, который совпадает с реальностью. Вы чувствуете себя лучше или же нет. Потому что очень много людей вроде как оздоравливаются и считают, что вот смотрите, теоретическая основа охана-то какая правильная. А на практике получается совершенно иные результаты. Итак, на мой взгляд, питание и занимаюсь физкультурой постоянной. Пять лет был строгим вегетарианцем. Конечно, можно было бы спросить, а что ж не осталось? Что, 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 что случилось? Три года жестко сыроедил. Опять-таки вопрос, а почему не остались? Мы сыроедили и все. Поняли, что все вот это что-то жесткое, оно заводит в какие-то тупики, что что-то надо другое делать. Нельзя так? То есть, организм этого всего сам не переносит. Теперь я не строгий вегетарианец. Употребляю немного рыбы и морепродуктов и практически не употребляю молокопродуктов. То есть, была сделана коррекция. Это явно на основании своего собственного самочувствия. Допустим, человек вот так питался, питался и думал получить вот такие-то результаты, а их что-то нету, этих результатов, а наоборот что-то. Ну, я так делаю вывод. Может, у вас там свой будет, конечно, вывод. Вот такая картина. Сейчас я на время убрал свежие соки и считаю, что нормально выхожу. Ну, раз нормально вы ходите, ну, как говорится, в чем тогда вопрос? Ну, и выходите, раз все нормально, все. В любом случае, вот тут вот, я считаю, что нормально выхожу. В любом случае, во время практики голодания вы должны за счет того, что вы голодали там раз в недельку в 24 часа, потом там где-то раз, через какое-то время освоили этот метод, все нормально у вас. Вы голодаете там, допустим, трое суток, раз там, допустим, два месяца. Нормально, да, нормальненько так у вас все это самое. Потом там вы голодаете там раз, допустим, полгода, семь дней поголодали, там, вышли, а все нормально и продолжаете голодать так между делом там, допустим, раз в неделю там 24, там 36 часов, там, ну, иногда там трое суток. То есть вы за это время набираетесь опыта и смотрите, как ваш организм реагирует на все это, на какие продукты, на какое ваше поведение, на какой ваш умственный настрой, что происходит во время этого, как это все действует, работает, где лучше, где хуже, где вообще ничего не берет. То есть вот это у вас должна сложиться собственно такая школа. О чем я и рассказываю в школе голодания, как, что, что делать. Плюс несколько видосов, где там и голод люди проходят, и где выходят с моими комментариями, плюс книга, то есть теоретическая основа. Теоретическая основа именно, знаете, физиологические механизмы голодания, это не из моей головы, а это вот ученые сидели, исследовали на собаках, там их морили до смерти, наблюдали другие там случаи, описывали, все это у них там создалось. То есть были серьезные такие исследования. Вот это часы. Но в любом случае мы с вами индивидуальные, одно дело я в 20 лет, другое дело в 30 лет, а сейчас мне 70 лет, я уже совсем другой. И как организм там реагировал, как он здесь реагирует, все это должно у вас так немножечко в какую-то картину, знаете, чтобы пазлы сложились, и вы понимали, что делаете. А не то, что все у вас разбросано, вы не понимаете, что, что, где, и, что будет, то будет. Сейчас, значит, набрал, выхожу нормально, но я не буду говорить, что это не нормально, я считаю, нет, человек сам чувствует, хотя, хотя, он же описал, что организм уже отказался от этих соков. Не будем забегать там вперед, вообще-то так. очень хотел бы получить замечание вашей корректировки. Ну, то, что было, я там дал. Опять-таки, вот эти мои замечания корректировки, знаете, вот существует период возраста, ну, допустим, период любви, грубо говоря, там, лет там с 15, там, допустим, лет до 30, вот, когда человек вот влюбляется, когда человек вот это, и это его волнует, самое важное, и это его волнует. Потому, ко всему этому раз влюбился, два, три, пять, десять, там, раз, да, так, всяк, вообще, и уже это все, как бы сказать, он присыщается этим. Он уже это познал, и это его мало волнует. Так вот, меня уже, вот эти все оздоровительные практики, они перестали волновать в той мере, как этим я горел раньше. Они перестали. Тем более, вот так, знаете, где-то человек там, ты его даже не видишь, в глаза, что он делает, как он делает, как он голодает вообще. Я уже говорил, тут надо и сны учитывать, и настроение учитывать, и учитывать, как передвигается распорядок дня и прочее, прочее, многие вещи. А ты всего этого не знаешь, ты всего этого не видишь. и человек там тебе что-то там рассказывает, ну вот как Серж голодал там за 40 суток, оказывается, там, периодически ел, не ел там, и считает, да, я немножечко ел, значит, это голодание, да, вообще, сколько этих голоданий, в кавычках, на компотах, там, на еще каких-то продуктах, еще на чем-то, еще на чем-то, и так далее. И все это считает, что это голодание, не понимая, какие физиологические механизмы должны быть раскручены во время голодания, при этом, не просто на одних сутках, а вот мы берем как раз физиологически законченное голодание, что происходит, там все это разворачивается, вот она, где. Мы, как правило, тут немножечко пока поширились, да и ладно. А если уж вот этот час затравит конечную, там совсем другие процессы идут. Поэтому, вот эти какие-то корректировки делать, не видя, не зная человека, он тут тебе пишет, да это нормально, он считает, что это нормально, он выходит, все, и что он нормально там голодал, и вообще живет нормально, ну что другому человеку там в жизни, что там ему советовать. Что бы я хотел сказать, вот в этом видео я все высказал, хотя я уже повторяюсь несколько раз, что занимаясь голоданием, прежде чем отважиться на какое-то длительное голодание, тем более законченное голодание, вы должны сами понять свой собственный организм, его реакции на вход, на проведение, на выход, на каких продуктах, чтобы все это было. Этого за вас никто не сделает. Вот я выходил и считаю, что примерно вот так у меня хорошо работает, другие там только на соках выходили, и они считают, да нормально там все это. То есть для себя и вот эти вот замечания и корректировки вы должны сделать в процессе обучения самого себя вот этому мощному оздоровительному средству как голодание. Оно вас обучит, а не то, что кто-то вам сказал, что-то там сказал со своих позиций. Вот это надо понимать. Поэтому я считаю, вот эти все советы, вещь опасная, не видя, не зная. И вдобавок ты еще тут что-то там рассказываешь, тратишь свое время, и все это дело еще неблагодарное, опасное. Вот эти советы еще человек может сам как-то там понимать. Где-то появляется обострение на голове, где-то еще что-то. стало хуже. Он сам может запаниковать, а уж те люди, которые рядом с ним и говорят, да, вот Малахов там взялся его там везти, провести, про это. Ох, он это-то такой, он тут деньги там срывает, и вот туда там довел, ну и так далее. Поэтому сами, вот, я со своей стороны считаю, что я выложил все, что надо, для того, чтобы вы самостоятельно освоили науку вообще самоздоровления. Потихоньку, не спешая, в том числе и голодание. Но если вы не хотите делать какой-то там поводыль вам нужен, ну это это уже без меня. А поводыли этих в интернете, вы только скажите, они тут с радостью соглашатся, ой, это стоит столько, это столько, столько, и доведут вас до такого состояния, и при этом ни за что не отвечая. Я ж вот вам привел видосик с Дерябином. Молодой парень прошел этих пять просвечиваний, где мы говорили все, причем в супермосковской больнице все нормально, все нормально, а потом только хоп, оказывается у него открытая форма. Четыре с половиной года его лечили лучшие медики Москвы в этой вот институте, на который огромные деньги даются, все это, чтобы они лечили людей, и так далее. И вот он за четыре с половиной года лечения, посмотрите, стал от этих таблеток как слон, который не влазил ни в одну уже дверь, и из палаты всех своих вот этих вот соседей вынес туда, на кладбище, и очередь уже настала его, и вот только тут включились мозги. Поэтому, поэтому работайте сами, вот она это есть, а я тут по-стариковски там своими вот что-то тут сделаю, что мне там нравится, знаете, у каждого свое хобби, вот у меня хобби, хочется мне сделать травник, такой капитальный травник, не просто там какой-то это, а капитальный. И дальше, с благодарностью, наилучшими пожеланиями, ну и я, с благодарностью, наилучшими пожеланиями. Важно, если вы считаете, что вот информации недостаточно, что поищите сами. Вот я начал песенку, да, с того, что это самое, а кто мне давал советы, вот у кого спрашивают, я спросил у Тополя, я спросил у Ясеня, и никто мне не ответил, и мне пришлось все это искать самому, по зернышку собирать в те лохматые начала 80-х годов, потом проверять, отвечать самому себе, делать ошибки, находить выходы. Уже многое разжевано, вам остается только, знаете, пройти осторожненько, без всякого экстрима, пройти и получить свои результаты, без всяких жестких трех годов сыроедения, без пяти лет вегетарианца строгого, а потом не строгим быть, и все будет нормально, и понимать, как это работает, помогает ли это позвоночнику, или не помогает, если помогает, то в чем она помогает, а может восстановить, или не может, ну вот, вот примерно вот так вот.